От всей души благодарим вас за вашу энтузиазм, самоотверженность, безграничное терпение, заботы, посвященные работам Кузбассу. Тамара Федорна Петрова, Варвара Ивановна Руденко, Нина Антоновна Иванова, своих коллег, которые отдали ученикам по 30, 40 и даже 50 лет, здесь помнят по именам. На неофициальную встречу в третью школу пригласили и ветеранов педагогического труда уже закрытой 36-й. Для гостей устроили настоящее шоу из песен, стихов и конкурсов. Воспомнить все. Примерно так можно назвать викторину для приглашенных педагогов. Последние подтвердили высокое звание учителя, хотя вопросы порой могли поставить в тупик. Нине Антоновне Ивановой, например, пришлось расставить знаки припинания в таком предложении. Чуваки, врубайте пункт, для этого используйте клаву. Ставьте баланс, скопируйте информацию на ренту. Развестите информацию с винта в паутине. Кто справится с заданием, тот клевый. Встреча прошла в буквальном смысле на ура. Видеться решили чаще, в том числе и на уроках истории Кузбасса, посвященных 70-летию Кемеровской области. А это уже другая встреча, и тоже историческая. Первый директор первой школы, первый выпуск. Кадры школьной хроники, как жизнь на ускоренной пленке, равнодушными остаться невозможно. Оно и понятно. Педстаж учителя физики Надежды Буйловой, например, 38 лет. 24 из них в первой школе. Вы знаете, я, во-первых, очень любила детей. Да. И, ну, я вот, например, старалась в каждом ребенке отыскать что-то такое, ну, знаете, интересное. Это мне помогало. Дети меня любили. Любовь к детей и к детям, любовь к предмету и общий позитивный настрой на жизнь – вот то, что позволило Галине Звонковой отдать школе 46 лет. Цифра просто невероятная. И еще один факт. В этом году Галина Павловна празднует двойной юбилей. Она ровесница Кузбасса. Мне просто радость, конечно, что я родилась именно в год рождения Кемеровской области. Именно почти дата совпала. Год рождения Кемеровской области родилась 26 января, а я родилась 22 февраля. Чуть-чуть. Чуть-чуть попозже. В концерте, посвященном юбилею области, приняли участие одни из самых юных и талантливых учеников школы. Они легко покорили сердца зрителей искренними и задушевными выступлениями. В какой-то момент взрослые и дети поменялись ролями. Гостям предложили вспомнить школьные годы и получить оценку за практическое задание. Мы вас испытать хотим. Что это за предмет? Коробку с карандашами. Правильно. В этом импровизированном классе все ученики ответили на «отлично» для людей, которые выпустили десятки медалистов. Это неудивительно. Первая школа всегда была первой. Всегда была первой. И благодаря вам, вашим достижениям, вашим олимпиадникам, медалистам. Если на первом этаже посмотрите большой стенд, где медалисты, вы увидите, более 180 человек выпустило за 30 лет первой школы. И это ваша заслуга. Искренние, теплые, уютные – вот эпитеты, которыми можно охарактеризовать две встречи – в третьей и первой школах. Там, где опыт встречается с молодостью, там, где мудрость приправлена жаждой жизни, по-другому и быть не может.